привет дорогие друзья добро пожаловать в канаду добро пожаловать в зару на сел вот такой вот у нас творится в магазине я специально немножко поснимала вам показать что творится у нас магазине во время распродажи в зале это причем хороший магазин это в хорошем районе то есть там как бы не должно быть все плохо но вот не то что все плохо но в общем бардак короче говоря и ну просто хаос какой-то найти ничего невозможно я решила ничего не снимать его ну вернее вот не решил немножко поснимать чтобы показать вам как бы вот что творится но не стала снимать уже обзор потому что никаких обзоров тут не наснимаешь что тут уже обзирать то как бы хаос сплошной хаос и беспорядок но еще я пришла после работы вечером с утра там почище а вечером конечно это самое все так вот печальненько ну даже не то что просто все висит в полном беспорядке нету никакого понятия где что я просто металась вот так как как безумная по этому магазину пытаясь найти что-то примерить интересное нашла примерки будут скоро вот но и вот такое вот дело значит очень много почему-то пиджаков жакетов очень много теплых таких типов зимних свитеров а так в принципе вот все все как должно быть на распродаже давайте смотреть примерки и приятного просмотра девушки примерочная у нас сегодня шикарная огромная примерочная я так понимаю что это для инвалидов и для мамочек с колясками неожиданно так причем мне дали занести сколько я хочу вещей его очереди не было я была уверена что примерщина не точится потому что народу полно распродажа все прям сходят с ума а у нас смотрите какой сегодня шикарный шикарный номер люкс отель интерконтинентами хорошо давайте будем примерять значит я принесла сегодня очень много всяких таких одежек знаете и ярких вот у меня есть красное платье зеленое потом есть много бежевого я должна сказать что в магазине очень много пиджаков каких-то свитеров теплых зимних а вот летние одежды летние прямо так не так уж и много у меня такое ощущение что все раскупили уже хотя цены еще у нее расскажу покупать ничего не собираюсь потому что цены еще довольно высокие магазине покупать сейчас безумие безобразие лучше все это покупать онлайн я хочу проверять на случай когда цены еще немножко упадут и я соберусь делать шопинг на распродаже если я соберусь последнее время девочки я перемещаю вещи в своем шкафу рассматриваю там расслабляюсь немножко и у меня как-то какое-то такое знаете немножко мама дорогая куда мне еще покупать вот но короче тем не менее я наверное конечно не устаю зная себя не в смысле устаю а не устаю не смогу удержаться и поэтому я хочу кое-что попримерять чтобы заранее знать что какие размеры если вдруг я что-то увижу то я онлайн куплю на сайте когда она станет немножко души все давайте смотреть начнем с того что все пошло не так брюки принесла хорошие симпатичные бежевые такие брюки очень длинные я как-то пыталась загнуть и загнуть но они не очень подгибаются но в них сломан замок девочки вот отсюда прямо я застегнула поиска и как а замок просто вот зашлось и снова видимо там они по размеру пыталась них есть вроде меня что они не так честно говоря немножко маловато это что размер медиум мне нужен был плач я нашли нашла я пытаюсь их все сделать это такие знаете из них можно сделать такие брюки по лапсу которые до самого пола на самом деле конечно нужно что подкратить я хочу сказать что вот красивая такая комбинация бежевая и немножко черного в принципе это выглядит неплохо даже так элегантно базовая так немножко базовая позволить несколько цветов потому что блуза видите такая очень интересная смотрите я к бачку встану красивый рукав с манжетой и внизу вот такая вот сделана отделка и сделан такая же на плече и вот вместе с бежевыми таких какого же цвета в цвет брюхами выглядит очень неплохо мне сейчас такой пиджак бежево-черный под зебру или что-то такое сейчас я вот сверху наделу мне будет интересно как это будет выглядеть так вот этим пиджаком тоже неплохо в принципе подходит он такой в принципе под зебру но по большому счету черно-белый бежево-черно-белый бежево-белый такой молочный и вот эти вот брюки и вот этот топ такой тоже бежево-черный что-то меня сегодня нет у меня есть красное платье и зеленое платье которому же я увидела есть большой большой пятно ну вот такой пиджачок жакетчик мне кажется неплохой он девчонки совсем неплохой посмотрю сейчас что за размер сколько стоит вообще стоит много цены у них еще совсем не не такие что можно было покупать но вот так вот видите вместе она все такое вот в тон вроде бы как друг с дружкой но то же время то же время зебра вот как-то тут какая-то поделка кружевом не скучно хоть и такой однотонный цвет а здесь девочки так жарко я не знаю как я дотяну до конца примерок я уже просто растаяла все еще одно черно-бежевое черно-молочное сочетание вот тут слава богу все сошлось и все застегнулась и ничего не поломано очень интересная юбка я потом примерею с чем-то другим чтобы вы разглядели какая она интересная значит она вот так вот сделана с запахом и сделаны такие вот пластиковые железные металлические кольца такие как цепочка интересная здесь конечно разрез она конечно будет расходить при любом дуновении но это интересно это прикольно мне кажется что это симпатично мне даже очень нравится и ковочка такая вязаная знаете трикотажно вязаная с таким тоже немножко таким рисунком я даже не знаю как сказать деревенской такая деревенская вязка крючком вы знаете что это очень было сейчас модно уже несколько сезонов это очень модно это называется крошель и вот были такие платья и были такие топы и в общем очень много всего такого видите какая красная Просто от невероятной жары здесь. Видимо, они работают в кондиционер, а у нас на улице страшная жара. Ну и, конечно, мы дети здесь очень много, все дышат. Но я одержусь. Ну вот такой вот костюмчик, мне кажется, неплохой. Мне кажется, очень симпатичный. Так, я добавила вот такой жакетик, очень симпатичный. Я понимаю, что сейчас лето, девочки, но лето бывает разное. Ну вот, вы, например, видели, я в жакете тоже пришла, правда, в меднем, легком. У нас очень жарко, но я с работой. А на работе у нас кондиционер так работает, что у нас без жакета, вот я в платье, без рукава, невозможность. Просто я бы там дуба дала. Поэтому вот такой вот жакет. Вообще, Зара полна жакетов, то есть, как бы, летние вещи и вот такие вот, вот эти твидовые жакеты, которые они продают, разные, всякие. Но, ну, поскольку, в принципе, они, как бы, распродают немножко свою зимнюю коллекцию, вот, поэтому я так думаю. Знаете, он очень симпатичный, у него очень красивые пугольцы, он необычный. Вот эти твидовые жакеты, которые под Шанель, они все одинаковые везде. А в этом есть какая-то, вот, знаете, необычность, оригинальность, плюс вот это вот все вышивка, девочки. Я потом вам повешу, навешиваю, кого сниму, повешу. И он такой вот симпатичной формы, коротенький. Симпатичные очень. Пугольчики такие, на манжете пугольчики. Он одел, он такой тесьмой здесь. Ну, в общем, красивый. Красивый жакет. Ну, жакеты у них еще очень дорогие. Принесла просто такой обычный топик, такого розового. Нет, не розового, это малиновый. Как он называется? Замерок. Фуксия. Света Фуксия. Чтобы померить с этой юбкой и с брюками, но брюки меня подвели, а я хотела немножко разбавить бежево-черное чем-то цветным. И вот принесла, он совершенно дешевый, по-моему, долларов 12 сейчас, или что-то такое. Они из всех-всех-всех цветов, ярких, очень красивые. И вот я хочу сказать, вот, что вот к этой бежевой юбке просто, очень даже неплохо. Просто обычный топик, и я вот, видите, надела его, чтобы показать вам какая-то красивая. В принципе, вот, она очень-очень интересно сшита и очень хорошо сделана. Очень аккуратно. Вот эти вот складки все здесь такие. Что, чего, состав, не знаю. Буду смотреть, потом на цену посмотрю. Наверное, сейчас я снимаю кое-что, покажу вам, что почем сейчас, и что зачем, и что из чего. И пойдем дальше. Прежде чем мы пойдем дальше, я вот хотела померить с этим жакетом вот эту юбку и розовый яркий топ. По-моему, красиво, девочки. Вот этот жакет, юбка таким, очень базовых цветов, и вот этот вот топик, такой неожиданного цвета, по-моему, выглядит симпатично. Вообще, жакет мне этот очень нравится. Он такой объемный, с плечами, он, в принципе, черно-бежевый, базовый цвет, но вот эта зебра делает его очень интересным. Вот, посмотрите, как красиво с этой юбкой. Видите, я хотела с брюками больше делать, образов, ну, не больше, но тоже, как бы, образов, но брюки меня подвели, поэтому приходится с юбкой. Но, в принципе, это неплохо, я, как бы, к юбкам даже и лучше отношусь, мне больше подходит. Так, жакет по составу, стопроцентная вискоза сверху и внутри подкладка стопроцентный плесдер, ну, окей. Но здесь вискоза, и очень, она такая блестящая, красивая. Стоит он сейчас 69 долларов, а стоил, наверное, 100, вот так это будет. То есть, это был размер медиум, но видите, он такой довольно, довольно объемный на мне, так хорошо клеить широкие, так хорошо, свободно съел. В принципе, не застегивался, и он такой немножко оверсайз. Вот эта блузка, в ней 91% вискоза и 9% хлопок. Что-то... Не похоже здесь вообще ничего хлопка, а может быть, вот это хлопок? О, начали кричать у меня! Тихо было, пришли крикуны. А как же без крикунов? Ну, видите, вот интересная такая отделка и манжетик такой. Вот это тоже вышивка, по-моему, да, вышивка. Симпатичная блузочка, такая своеобразная, такая, знаете, этническая, я бы сказала. Этника буха, вот что-то такое. Ну, что-то такое в ней есть. А, цена. Цена у нее очень маленькая, я считаю, 50 долларов, стоила 80, это размер large, для блузки 50 долларов, даже не говорю про 80, это много. Здесь они потом будут все по, не знаю, по 15, по 20 максимум. Ну, может, это и не будет, но больше не будет. Как брюки, которые меня подвели, стоят тоже 50, 100 или 80 размер, мы идем, поломанный замок. В них полиэстер немножко вискозно, совсем чуть-чуть. То есть, что они такие дорогие, я не знаю. Но они интересны, видите, у них такая стрелка простроченная, уже застроченная, кармашки сделаны, сзади карманы. Смотрите, как интересно сзади сделано, я даже не разглядела. Так расстроилась, что у них поломная замок мумия, что даже не поняла, если честно. Ну, вот такие вот карманчики, и они очень длинные, конечно, мне надо отрезать половину брючины, но вот они интересные. Такие вот, двойная прострочка в швахках, джинсы такие. И вот это вот интересная деталь, конечно. Ну, 100% акрил, 25 долларов, ну и стоит недорого. И стоил 60, медиум размер. Хорошенькая такая акриловая, косточка непонятно. Но она ее можно как жилет носить, потому что летом к ней будет жарко, зимой к ней будет холодно. Зимой ее можно носить как жилет. В принципе, она такая хорошенькая, знаете, не любители, но вот всякие вот эти цветочки, отделочки. Я люблю такое. Юбка 100% вискоза. Дешевая, стоит 40 долларов, стоила 60. Для вискоза совсем неплохо, размер large. И видите, вот интересная такая здесь, интересная деталь. И с запахом она такая, и такая ткань блестящая. Красивая юбка, и недорогая, в принципе, уже для вискозы совсем уже неплохо. Но я еще подожду. Топик, 95 хлопок, 5 эластан, размер large, 12 долларов. Я даже не знаю, там распродажа он или это он так стоит. Может, это не сын. Но неважно. Очень такой аккуратненький, хорошо сделан горловина. Коротенький он такой, видите. Ну, как раз для юбки, чтобы не заправлять, чтобы длинное, мне кажется, совсем неплохо. Или в крюке. Иногда не хочется, знаете, заправлять длинное, чтобы оно не комячилось вот под внутри одежды крюк или юбки. Вот такой коротенький совсем неплохо. Вы знаете, очень простое, но очень красивое зеленое платье. Конечно, синтетика. Вот здесь вот пятно. Стоит всего 40 долларов сейчас на селе. Вот такой интересный рукав. Вот знаете, ничего в нем нету, разве. Но оно настолько вот как-то вот так красиво легло. Знаете, вот просто как жалко, правда? Очень красиво, цвет не передает. Цвет более изумрудный такой. Здесь такое зелено-голубое. Но очень, вот честно словом, вот как из простой вещи, можно сделать что-то очень красивое. На самом деле оно очень, такое вот, знаете, прямое обычное платье. Но в нем какая-то есть такая вот, знаете, легальность, простота. Но красивая простота, при этом очень-очень красивый цвет. Нет, давайте сюда посмотрим уже. Нет, здесь тоже не передают. Теперь смотрите, я померила его с поясом, тоже очень красиво. В принципе, и прямое хорошо, и с поясом хорошо. Если вы хотите немножко добавить цвет, а то как-то его украсить, что-то добавить. В принципе, с поясом тоже хорошо. Но без пояса оно тоже шикарно выглядит. Очень хорошо оно выглядит с этим пиджаком. Потому что здесь есть такие зелененькие вставочки, зелененькая отделка. И вот с таким вот платьем оно выглядит очень красиво. Жалко, что цвет не передает тонкостью, но цвет очень красивый. И в принципе, знаете, чем оно мне нравится? Что это, в принципе, как будто бы платье комбинация. Вот оно вот такого же фасона и такой же ткани. Но у него есть рукав и плечо закрыто. Потому что в платье комбинациях не всегда удобно то, что оно на шлейфе. В принципе, вот с пиджаками, с какими-то жакетами хорошо. А вот просто так его не наденешь. А это вот можно вот с жакетом, всегда можно снять жакет и в принципе будет очень неплохо. В общем, мне нравится вот это защитание. Вот здесь вот лучше виден цвет. Прям цвет очень подходит вот к этим вот. Прям вот такой же зеленый. И с этим жакетом хорошо. То есть, вы понимаете, очень универсальное платье. Очень оно мне нравится, очень вкусно. С чем угодно, можно с жакетом, а можно и без. Потому что, видите, в нем есть рукава и это очень удачная фасона. Ну и цвет, конечно, зеленый. Я же не знаю, не проходите. Так, ну в общем, оно, конечно, все полиэстер. Вот, стоит оно 40 долларов, стоило 60. А это медиум, я думаю, это large. Но оно, видите, такое немаленькое. Вон, все в тет, в пятнах таких-то. Вообще, вот эта ткань, конечно, на ней можно только водой капнуть, а станется пятно. Но сделано хорошо. Красивые вот эти вот коваты. Короче, красивое платье, девочки. Но, может быть, посмотрю на веб-сайте. Может, не подожду, когда оно станет дешевле. Все-таки полиэстер жалко. Даже 40 лапсов жалко. А вот я вам обещала снять еще и, по-моему, биджачок этот я не сняла. Значит, медиум размер. В целом тоже довольно немаленький. 90 долларов. Стоило 130. Видите, ну у него тут вышивка, конечно, я понимаю, за что. Вот такая тарелочка, пулочки хорошенькие. Составка смотрю сейчас. Короче, вот это 98% хлопок и 2% полиэстера. Подкладку не нашла, ни где, из чего она сделала, но не все-таки всему полиэстер. Но вот вверх хотя бы котом. Видите, как они делают? Второй пиджак тоже вот этот под зеброй, он тоже без коза. И этот котон, но подкладка полиэстерова. Ну что мы хотим, если я не клосичь из подкладки полиэстерова. Это уже зарядим будет. Экономит. Ну и супер этническое платье с вышивкой. Такое, знаете, для пустыни Сахара. Отпуск шикарный, я считаю. Очень красивое платье. С очень красивой вышивкой. Очень этническое. Очень такое, знаете, ну, народное. Красивое, хорошо сидит. Интересно сделано. Видите, здесь вот оно так отрезано. Здесь немножко присобрано. Но не слишком большое. Я думаю, что хлопок. Но я посмотрю, не слишком баба начальника. В принципе, такое. Ну, в меру широкое. Это вам младший размер. И хороший рукав такой, знаете, удобный. В том смысле, что он не... Есть рукав, но он не длинный. И он узкий, не обжимает руку. А, в принципе, так вот дает свободу воздуху, чтобы можно было... Чтобы воздух проходил. Это платье, конечно, в отпуск. Очень красиво. Куда-нибудь на Третью, Испанию, Италию, Португалию. На Жару. Прекрасная вещь. Видите, длина хорошая. Красивое платье, девочки. Но оно дорогое, по-моему, еще. Сейчас посмотрю, сколько оно стоит. Ну, классно. Платье хлопок. И не такое, что оно дорогое. Мне почему-то казалось, что оно дороже. 80 долларов стоило. Сейчас стоит 50. Размер large, буду знать. И красивая вот эта вот вышивка. Очень приятный катон. Такой легкий-легкий. Прямо, знаете, совершенно не толстый катон, хлопок. А такой хороший, короче, хлопок. И, в общем, вот вышивка. Здесь вот там вот оно присборено. Сзади тоже, по-моему. Да, вот тоже такая же сборка идет на Таре. Хорошее платье, ну, для отпуска. Хорошо. Красиво. Красиво. Красиво, девочки. Вот, ничего не покупаешь, жду. Большего сейла, больше распродажи. Вы не представляете, что ли, что ли эти примерки. Здесь такая жара. Я вот сейчас, вот сейчас выйду и расплавлюсь очень. Прямо вот, прям ужасно. Здесь нет кондиционера, а у нас очень жарко. Все, я надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам было полезно. Надеюсь, что вы получили удовольствие. Увидимся скоро в следующем видео. Люблю целую. С вами была Дикой из Канады. Пока-пока-пока-пай.